Итак, идем дальше. Виды инвестирования и какая доходность по каждому инвестиционному направлению. Вот это, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы вы очень внимательно записали. Вот сейчас я давал это поверхность, а сейчас я дам более... Именичайку сделаешь? Да. Итак, самое популярное. Когда у человека есть деньги, куда он несет эти деньги? Деньги в банк. И вот есть такое понятие риски, есть такое понятие надежность, есть такое понятие ликвидность, есть такое понятие доходность, есть такое понятие перспективность направления или инструмента, куда мы вкладываем, есть такое понятие защищенность. То есть, насколько защищенность инвестера в данном направлении. Вот то, что вы сейчас видите, это не инструменты, в большей степени это объекты инвестирования, это сегменты инвестиционного рынка, если правильным инвестиционным языком выражаться, это сегменты инвестиционного рынка. То есть банков, сектора, можно так сказать, сектора инвестиционного рынка, сектор страхования, сектор Форекса, то есть биржи Форекс, что такое биржа Форекс, многие говорят это пирамида и так далее, но на самом деле настоящий Форекс, дорогие друзья, это, так сказать, международный обменный валютный пул, даже не биржа, а пул такой, электронный пул, скажем так. И когда вот сегодня там хают они биткоины, что биткоины типа это пирамида, ну, если взять тогда и американский доллар, самая настоящая узаконенная пирамида, и пул Форекса, это тоже, можно так сказать, что пирамида, на самом деле это пул, где происходят торги. И любая биржа сегодня, она уже электронная, то есть там уже не торгуют в реальности, там все электронные торги происходят. Далее, фондовые рынки, где торгуются ценные бумаги, фьючерсы, опционы, бонды, то есть это облигации государственных займов или корпоративные облигации, недвижимость, сегмент недвижимости, сегмент паевые инвестиционные фонды, ПИФы, КИФы, корпоративные инвестиционные фонды, ИСИ, институты совместного инвестирования. Далее, инвест-компании, это сектор такой вот достаточно крупной инвестиционной компании. Хайп-фонды, то есть как переводится хайп-фонды, это компании, слушай, Дим, холодно, ты гайбуйся, а то я вчера у меня ноги замерзла. Далее, хайп-фонды, это фонды, скажем так, высокорисковые инвестиционные программы, их называют хайп-фондами. Далее, многоуровневый маркетинг, это тоже может быть инвестиционным направлением, достаточно сильным. Далее, вот мы видим ДУ, готовый бизнес, то есть долевое участие. Есть такое понятие доверительное управление, но в данном случае это не сегмент рынка, доверительное управление может быть во всех вот этих перечисленных 8 сегментов, которые я рассказал. Но это ДУ, долевое участие в готовом бизнесе. То есть, когда готовый бизнес расширяется, и ты можешь стать дольщиком расширения этого бизнеса. Я приведу на примерах. ДУ, стартапы, то есть долевое участие в стартапах. Венчурное инвестирование, это тоже долевое участие, чтобы вы понимали. И обучение, это сегмент, очень достаточно серьезный сегмент инвестирования. Так вот, дорогие друзья, что такое риски? Риски бывают, и мы дальше с вами классификацию инвестиционных приложений рассмотрим по рискам, но они бывают гарантированными, они бывают высокорисковыми, они бывают низкорисковыми, они бывают средний риск. И мы с вами рассмотрим классификацию по гарантированности чуть-чуть в следующем слайде. По надежности, то есть, что такое надежность, нужно понимать. То есть, надежность, когда есть компания, и она надежная, или компания, она ненадежная, мы тоже с вами по классификации это все рассмотрим. Ликвидность. Что такое ликвидность, дорогие друзья? Ликвидность – это когда ты можешь быстро вернуть свои средства, которые ты затратил. Что такое доходность? Доходность – когда ты можешь получить определенную доходность. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, о доходности. Доходность имеет два направления. Доходность от роста акций. Когда вы купили акцию за 1 цент, к примеру, или за 1 доллар. А через какое-то время компания выросла и выросли акции. Почему акции растут? Потому что сама компания растет. У компании активы растут. Основные средства растут в компании, которые приносят доход. И тогда растет акция. И вы можете продать акцию, и тогда вот это называется доход ваш. И второй момент – получение дивидендов. Получение прибыли от работы, в данном случае, того направления, куда вы разместили свои средства. Это называется доходность. Перспективность. То есть, какие могут быть перспективы развития компании. То есть, насколько эта компания перспективна, перспективна, будет она развиваться или не будет. И что вам от этого. И защищенность. Насколько вы, как инвестор, защищены в том направлении, куда вы размещаете свои средства. То есть, свои инвестиционные числения, либо свои вклады. Итак, дорогие друзья, вот если говорить о банковском секторе, давайте разберем его более подробно. Банковский сектор числится как бы гарантированным сегментом инвестиционного рынка. Потому что у вас есть договор, вы можете получать, скажем так, 10%. А если взять Европу и Америку, то там на уровне 1,5-2%. Потому что учетка такая. Ну, а в России, в Украине, там бывшие страны СССР, Белоруссия. Можно получать, в Беларуси даже было до 60% годового дохода. Что считаю достаточно хорошо. Потому что, когда в Беларуси случилась эта ситуация, опять же, независимая от президента Беларуси. Потому что, когда курс растет в стране, чтобы вы понимали, в наших странах бывшего СССР, как говорится, отцы-основатели наших государств, когда раскололи Советский Союз, в Беловещей Пущей тогда в Беларуси, Ельцин, Кравчук в Украине, в Беларуси забыл, как назвали этот товарищ. Это люди, которые настояли на том, чтобы развалить Советский Союз. И Ельцин, конечно же, потом очень сильно жалел, что он сделал такую нелепость, как развалили Советский Союз. Но, тем не менее, они сделали еще одну нелепость. Они продали наше государство в рабство американскому доллару. Потому что все национальные банки, все государственные банки страны, они полностью зависят от американского доллара. То есть, если деньги в стране, в Советском Союзе и в Китае выпускаются деньги на основании того, сколько производится товар. Это нормальное явление. У нас есть в Академии частного инвестора. Называется курс, вы получаете его в письмах. То есть, там исключительно в письмах он называет, как же называется, курс. В общем, там начальное, среднее и высшее образование. И вот в высшем образовании я говорю о том, как история денег, история появления денег. Так вот, деньги печатаются, эквивалент, это эквивалент. Он должен печататься тогда, сколько товара произведено, вот столько должно печататься денег, чтобы товар покупался. А сегодня деньги печатаются одним нажатием кнопки на компьютере Федеральной резервной системы и Международного валютного фонда. И вот все наши страны их присадили. И поэтому я всегда удивлялся, думаю, ну как это так? Ты же президент страны, как это свою страну там взял и опустил доллар? Да, вернее, национальную валюту. Оказывается, это Федеральная резервная система во главе с Америкой берет и опускает эти страны. Не подчиняйся наш, да? Ты там плохой, мы тебе сейчас по попе надаем, мы сейчас в той стране сделаем, повысим там курс доллара. И все, и твой народ будет тебя ненавидеть. То есть они таким образом манипулируют и управляют. Так вот, банковские гарантии, вот если говорить о банке, да, что банки вроде бы как гарантированы. И у них даже есть гарантия возврата вкладчика. Но здесь есть одна особенность, дорогие друзья. Когда, я вспоминаю, и в Украине, и в России банкротились банки 2008-2009 год, после мирового кризиса, вы знаете, почему-то государство не приняло их банкротство. Они подали заявку на банкротство и что все, мы хотим обанкротиться, типа, да? Нет, государство напечатало денег, выкупило. Почему? Потому что если бы государство приняло банкротство этого банка, то тогда нужно было выплатить каждому вкладчику, а там уже разницы нет. Такая ли это у тебя сумма, меньше или больше? То есть по ровну каждому вкладчику, ну, к примеру, вы положили туда 100 рублей, а вам должны выплатить 700 тысяч рублей. Либо ты положил там 2 миллиона рублей, тебе тоже выплатят 700 тысяч рублей по закону. Но, к сожалению, государство сказало, оно посмотрело, сказало, да мы же тут разоримся, у нас денег столько нет. Поэтому теперь задаем, дорогие друзья, вопрос. А действительно ли это гарантированный сектор, скажем так, гарантированный ли это сектор, сегмент рынка? Если государство, оно может кинуть просто-напросто свой народ. Да, у них есть договор, у них есть печать синяя, но толку от этого? Никакого. Да, они по надежности, потому что как бы надежные, и, конечно же, если вы хотите разместить свои вклады в банки, то есть это нормальное явление, и в инвестиционных портфелях, когда мы разбираем инвестиционные портфели, естественно, мы рекомендуем банковский сектор рассматривать в том числе. То есть по надежности это от 8 до 10 баллов, если так сказать, оценить вот в балловой системе, это от 8 до 10 баллов. По ликвидности от 5 до 10 баллов, то есть да, вы в любой момент можете прийти и забрать свои деньги, да, это здорово. По доходности за 5 лет, вот мы рассматриваем, это от 20 до 50 процентов за 5 лет. По перспективности, ну какая перспективность, да, какая еще может быть перспективность, когда, ну дорогие друзья, банки построены, тебе это фиолетово, скажем так, развивается или не развивается. Вот приведут простые цифры, чтобы вы понимали. За 2005-2008 год, 2007 год, за 2 года, российские банки, казахские банки, белорусские банки, украинские банки имели доходность среднюю годовую, 350-700 процентов годового дохода, когда раздавали кредиты, когда направо-налево, когда у них там под эти кредиты, там проценты были такие баснословные. Сдаем вопрос, вы как вкладчик, было что-то, да ничего не было, ну даже процент выше вам не дали, но они заработали очень колоссальные доходности. Если переходить к защищенности, защищены ли вы? Да, у вас есть гарантия государства, гарантия возврата вкладов, и вы защищены. Но, как я вам уже говорил, да, вся эта фикция только на бумаге. И когда наступает мировой кризис, и мы это уже с вами проходили, вы можете не получить деньги по полгода из банка. И мы помним российский кризис тогда, дефолт, 98-го года, не только российский, это был во всех странах СССР тогда, бывший СССР, да, во всех странах. Я помню, что по году в российских банках, даже в долларах у тебя деньги лежали. Тебе сказали, тебе выдадут в национальной валюте, и вот курс тогда был 6, он поднялся до 30, а людям выдавали по 15. То есть, ну, в половину меньше выдавали денег, да. В года, через два года мы вам вернем без процентов. Вот такие ситуации были, да. Говорить, если о страховых фондах. Страховые фонды, они стабильны, они гарантированы тоже, как бы, гарантированные вклады, что они гарантируют. Или 3, или 4% годовых вам могут дать. Если это европейские страховые фонды, они вообще ничего не гарантируют. Они просто говорят, вы накапливаете эти деньги, у нас есть инвестиционные программы, у нас гарантия лишь только в том, что вот вы каждый год откладываете 1000 долларов на протяжении 20 лет. Вот мы вам гарантируем, что 20 тысяч мы вам вернем через 20 лет. Но если вы каждый год платите по 1000, если не платите вы каждый год по 1000, то мы тогда штрафуем вас. И ты заплатил 3 года, к примеру, первых 3 года, потом платить не можешь, ты ни копейки не получишь. Все, тебя развели на 2000 долларов. У них в договоре это прописано. Гарантированно, да, договор есть, печать есть, да, а ты не выполнил свои обязательства, все, значит, денег не получил. И все эти моменты по ликвидности, вот если говорить, почему я ставлю 1,5, потому что в течение первых 3 лет вы вообще деньги не можете забрать. Мы рассматриваем страховые фонды как лайф-страхование, то есть страховка, накопительное пенсионное страхование, так называемое, да, называется. Но это лайф-страховка, то есть страховка жизни, накопительное. Доходность точно так же, как в банке от 20 до 50% годовых. Почему я об этом говорю, я вспоминаю, я был застрахован в некоторых страховых компаниях. Я знаю, что они, куда вкладывали деньги эти страховые компании тогда в Украине, что доходность минимум на тех объектах недвижимости была там 300-500% годового дохода. Нам отчет приходит, инвестиционный доход 12% годового дохода. Что это означает? То есть они собрали деньги через подставные свои компашки, получили самые большие прибыли, положили их на карманы, ну а нам показали там 12% годового дохода. Ну я бы на банковский депозит положил, и то больше получил. Доходность. Мы поговорили перспективность. Ну какая перспективность? Ну если компания страховая активы вкладывает, растут активы, то как я сказал, да, и растет инвестиционный доход, и у тебя есть возможность получить, ну больше и больше средств. Гарантированно, якобы гарантированно. Но опять же, в экономический кризис 2008 года ряд страховых компаний обанкротились. Ряд. И по защищенности, ну от 5 до 8 баллов. Почему от 5 до 8 баллов? Потому что, как я сказал, государственных, скажем так, защищенностей нету в этом плане. Если компания подала на банкротство, ну а что делать? Ну никаких проблем. Если банк подал на банкротство, значит есть гарантия возврата от вкладов. А компания страховая подала на банкротство, ну что ты сделаешь? Ничего не сделаешь. Смотрим дальше. Рынок Форекс. Очень популярный рынок Форекс. Зазывают огромное количество по сегодняшний день на Форекс. Только сегодня они уже рассказывают, что мы там торгуем акциями Apple, и торгуют акциями других компаний и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле это так называемые СФД контракты. То есть есть реальные акции, которые вы покупаете, а есть, когда вы покупаете СФД контракт называется. То есть это прототип акции. Можно так сказать, это фьючерс на акции. Практически это тот же фьючерс на акции. Фьючерсы бывают двух категорий, чтобы вы понимали. Фьючерс поставочный и фьючерс как производный инструмент. Что такое фьючерс поставочный, дорогие? Не подставочный, а поставочный. То есть бывает фьючерс на нефть, бывает фьючерс на пшеницу, бывает фьючерс на кофе. Об этом, что такое фьючерсы поставочные и что такое фьючерс как производный инструмент, Мы подробно говорим об Академии частного инвестора, по вторникам проходят встречи с нашими преподавателями Антониной Киановской, Игорь Карсеналы и наши преподаватели Академии частного инвестора. Они подробно рассказывают, но если я говорю, чтобы кратко, фьючерс поставочный – это когда есть реальный товар, а фьючерс производный инструмент – это воздух, это производный инструмент биржи. Так вот, в данном случае акции из ФИД-контракта – это производные инструменты банковской системы и бирж. Грубо скажем, это воздух. Это примерно такой же воздух, как биткоины. То есть биткоин – это тоже воздух, самый настоящий воздух, потому что это цифровой алгоритм спроса и предложения. Это примерно похоже на тот же принцип, который создавал когда-то МММ 2004 год Мавроди. То есть тот же принцип заложен цифровой валюты, то есть спроса и предложения. Я не хочу сказать, что это плохо. Вот если я вам хочу сказать, 2004 год, который был в Мавроди, там бы ничего не рухнуло и процветало, если бы Мавроди не закрыли. Потому что у него был заложен алгоритм битов, так называемых. То есть это нормальный алгоритм цифровой валюты. И я вам хочу сказать, что биткоины проводили сессию, что это хорошо. Многие банковские системы признали биткоины. И они боятся, честно говоря, биткоины, потому что когда наступит коллапс мировой, огромное количество средств идет в так называемые биты. И мы с вами будем хранить средства лучше там, их будут хранить, там еще могут расти они. Но фактически это воздух, построенный на спросе и предложении. Если нет спроса, нет предложения. Если нет предложения, спроса, значит они падают в цене. Потому что люди начинают выводить и переводить в другие места. Но как переходной период сегодня в мировой предколлапс, он может быть достаточно сильным. Так вот, форекс, валюта форекса, она в большей степени существует для реального сектора экономики. Где, предположим, мне нужны доллары, а у меня есть рубли. Значит я рубли должен поменять на доллары. И тут включается механизм торгов. А вот тот форекс, который предлагает заработать деньги нашим гражданам, это так называемый тот же воздух. Это так называемый спекулятив, где реально вы не покупаете валюту, вы просто по котировкам играете этой валютой. И все. То есть огромное количество людей находится в этой системе котировок. И чтобы вы понимали, в форексе, чтобы вам заработать миллион, должно миллион человек потерять по тысяче долларов. Вот тогда вы заработаете миллион. Огромный металл разрабатывают только брокерские компании и те компании, банковский сектор, финансовые институты, которые создали этот рынок форекс. Именно как производный инструмент, именно как торговый и спекулятивный рынок. Далее, если говорить по рисковости, это высокорисковый сегмент рынка. Если мы работаем с брокерскими компаниями фондового рынка, они предоставляют еще услуги Форекс. Это более-менее нормально. Если это торгуется на биржах с той страны, в которой вы работаете, это есть более-менее какая-то защищенность. Она есть. Но это высокорисковый сегмент рынка и это высокорисковые инструменты. А как мы знаем, что высокорисковый – это вероятность потерять весь капитал. Надежность. Если эта компания находится внутри страны, есть такие брокеры надежные, как Финам, Открытие. Они предлагают еще и на Форексе поторговать. Где существует биржа ликвидности в Санкт-Петербурге, в России, Московская межбанковская биржа. Сегодня называется Московская фондовая биржа. Она объединила две биржи РТС, то есть Российской торговой системы и Московская межбанковская биржа. То есть они объединили там и валюта, там и фьючерсы, там и акции многих компаний есть. И американские компании даже есть. И вот на фондовом, скажем, если говорить о Форексе, то ликвидность от 5 до 10. Почему высокая ликвидность? Ты в любой момент можешь забрать свои деньги, но это не совсем так. Если это маленькие деньги, ты в любой момент можешь забрать. А если у тебя деньги 50, 100 тысяч или полмиллиона, как только ты начинаешь забирать эту денежку, дорогие друзья, вот тут вот начинаются проблемы. И проблемы начинаются достаточно серьезные. То ты не с той платежной системы завел, и теперь у них нет этой платежной системы. То ли там еще какие-то кренделя придумывают. Но так не хочется отдавать им деньги. Это просто смотришь и смеешься. Ну просто офигеть. Мне мои же деньги, они начинают выделываться и не отдавать. Даже именитые брокерские компании. Далее. Фонд, если говорить о доходности, от 200 до 1000% за 5 лет можно получить. Но вероятность 95% из 100, что вероятность потея деньги, чем заработать. И защищенность она на уровне 1-5 баллов. Почему? Потому что если на Форексе вы теряете деньги, по какой-то причине, если вы не инвестировали в фонд или инвестиционную компанию, вы сами решили поторговать или через брокера, или через, скажем, вашего управляющего, с которым нет никакой ответственности, то вы можете потерять деньги, и никто не будет отвечать за ваши деньги. И вы никак не вернете эти деньги. Это 100%. Фондовый рынок. Его можно отнести к среднерисковому сегменту рынка. По надежности от 5 до 8%, даже до 10%. Потому что если вы инвестируете в своей страны фондовый рынок, даже если не своей, а, допустим, американский рынок NASDAQ, либо NICE, либо, скажем, японский рынок, либо китайский рынок, ну и так далее, то здесь, скажем, любая биржа рекламентируется, скажем, государственными институтами финансовыми. И там более-менее, можно сказать, такая вот есть надежная защищенность. Ликвидность, да, высокая. В любой момент вы можете забрать свои деньги. Вот брокеры фондового рынка, там без проблем даже забрать миллион долларов в течение короткого времени, то есть в течение трех дней, максимум 10 дней, ты заберешь даже свой миллион долларов. То есть там проблем с этим нет, там высокая ликвидность. Но, дорогие друзья, есть некоторое но. Как только рынок начинает рушиться, и мы помним исторические моменты, и можете посмотреть фильм «Уолл-стрит. Деньги не спят», когда рынок начал валиться. И когда никто свои деньги забрать не может, потому что продать, то есть твои деньги находятся в акциях, а все акции катятся в трубу вниз, и никто купить не хочет, а все хотят продать. И вот тогда, дорогие друзья, ты не можешь продать, а, соответственно, значит, ты не можешь вывести свои деньги. Потому что на фондовом рынке в чем хорошо? Ты можешь сегодня подать, и завтра вывести свои деньги. Да даже сегодня ты продал инструмент, нажал на кнопочку «Вывести деньги», написал заявление брокеру, ну, он выводит твои деньги на твой счет. Но когда валится рынок, когда валится рынок вот здесь, ты продать ничего не можешь. Мало того, что рынок упал вниз, и вот последний такой вот момент, кажется, июль или август месяц, когда китайский рынок рухнул на 70%, хотя за эти же полгода он вырос на 120%, а потом рухнул на 70%, да, это было очень-очень неприятно. И потеряли 3 триллиона долларов, кто средний класс, китайский средний класс, и плюс те компании, и те инвесторы, которые инвестировали в китайский фондовый рынок. Если говорить о ликвидности, я сказал 8-10 баллов, о доходности она может быть на уровне 100-300% за 5 лет, перспективность 3-5 баллов. Почему? Потому что сегодня вы можете купить реальные акции какой-то компании, эти компании начинают расширяться, расти, и вы имеете две выгоды. Первое, акции выросли в цене, и вы можете продать, заработать на этом, и получить еще дивиденды от этой компании через фондовый рынок. То есть это достаточно перспективно, поэтому от 3 до 5 баллов перспективность. Но, дорогие друзья, в большей своей степени я анализирую огромное количество компаний фондового рынка и Америки. Вот последняя компания была Apple, которая в прошлом году заплатила достаточно высокую прибыль, огромнейшие прибыли своим инвесторам. Вот мы ждем, что сейчас они, 2015 год, потому что 2014 год они выплатили, ну можно сказать, офигенные дивиденды, там сотни миллиардов долларов, если не ошибаюсь, 300 миллиардов долларов дивидендов было выплачено, то есть там по цифрам 35% на акцию, то есть это очень большие. Но посмотрим, что произойдет в 2015 году, потому что очень много судилов с компанией Apple, и вполне вероятно, что дивидендов будет немного. Компания Facebook вроде бы как обещала дивиденды, за счет этого произошел рост акций компании Facebook, но почему-то, я думаю, что, наверное, в 2015 году будут очень маленькие копеечные дивиденды. Ну посмотрим. Точно так, если говорить о российском фондовом рынке, китайском фондовом рынке, дорогие друзья, дивиденды, ну можно сказать, куром на смех. Те дивиденды, которые платятся, это куром на смех, честно говоря. Хотя по некоторым именитным компаниям, там Норникель, Газпром, вот если взять еще два года назад, очень высокие дивиденды платились. Но вообще дивиденды платятся очень-очень, во-первых, мало, потому что есть правление, и в этом вероятность получения хороших дивидендов, ну очень-очень мало. Далее рассматриваем по защищенности, защищенности, да, защищенность на высоком уровне, от 5 до 8 регламентируется всеми возможными органами, и так, фискальными органами, и так далее, и так далее. Вроде бы как, ну на самом деле, мы сегодня понимаем, это управленческий механизм старой экономики. Далее, недвижимость. Это низкорисковый такой сегмент, вы купили объект недвижимости, он попадает в низкорисковый такой сегмент, где, ну, у вас никто не заберет, и ничего с ним не случится. Но есть одно но, есть одно но. Это событие в Украине, в Донбассе, еще 4 года назад, когда я проводил донецкий тренинг, как достичь успеха, когда ты уже успешен, или был успешен, одна из моих знакомых, похвасталась, что на детях купила в центре города за 100 тысяч, за 105 тысяч квартиру трехкомнатную, и так далее, и так далее. Сегодня эта квартира стоит, в этом доме стекол нету, мебель там все растащили, и неизвестно, ну, дом пока стоит хорошо, да, но если вдруг что-то произойдет, дальше еще, да, поэтому здесь, дорогие друзья, и страховые компании, у них форс-мажор, когда начинаются военные действия, они не платят никаких страховых, по страховке возвратов, понимаете, да, поэтому говорить сегодня о низкорисковости, или вообще гарантированном таком моменте, это, конечно, можно, но сложно. Если говорить о некоторых таких моментах недвижимости за границей, или еще где-либо, существуют моменты там, ну, которые ты можешь купить недвижимость, а потом ты ее можешь не продать, и более того, рента будет давать тебе настолько маленькие деньги, что ты все эти деньги будешь отдавать за обслуживание. Вот я живу сейчас в Таиланде, я наблюдаю интересные моменты, то есть люди, граждане России, Украины некоторые, выехали, купили недвижимость, выложили миллионы долларов, я смотрю. Дорогие друзья, ну, смешно, 20% годовых чистого дохода. А в связи с тем, что сейчас такая вот геополитическая ситуация неприятная, да, туристов все меньше и меньше, а те туристы, которые приезжают, они знают, как сэкономить, и не жить там, допустим, в тех же виллах, там были в тех же апартаментах, оживут в более, так как мало туристов, а много разных моментов, то бывает такое, что у людей вообще копейки приходят за аренду, им приходится еще где-то зарабатывать денег и платить за обслуживание этих своих недвижимости заграничных. И это, дорогие друзья, ну, скажем так, чтобы инвестировать в недвижимость, тоже необходимо знание. И в Академии частного инвестора мы даем знание, как правильно инвестировать в недвижимость. И как сделать так, чтобы на недвижимости получать минимум 30% годового дохода. А есть такие стратегии инвестирования в недвижимость, где можно получать и 100% в месяц. Но это мы обучаем в Академии частного инвестора. По надежности, да, от 5 до 10, по ликвидности от 3 до 8, потому что я говорю, вот продать, да, можно, если задешево, скинуть и получить деньги. Но это головная боль. И я вот смеюсь, да, так вот с людьми так общаюсь, несколько вилл, заплачено там полтора миллиона долларов. Я говорю, слушай, ты не думал, что если бы ты, ну, там, не знаю, для себя виллу отдыхать, приезжать, да и все. А так вот полтора миллиона в 20 или 10 банков положил бы в разных валютах. Там вот Таиланд, ты сюда ездишь, золото купил бы, положил бы, да. И в любой момент, когда тебе нужно, да, ты взял деньги с банка, у тебя там капает, грубо говоря, по банковскому депозиту гораздо больше. То есть, скажем, из миллиона долларов там по банковскому депозиту ты чистыми будешь получать, ну, как минимум, как минимум 100 тысяч долларов, да, как минимум. А здесь получается, что из миллиона долларов 20-30 тысяч долларов за год. Ну, смешно, скажем так, да. И поэтому доходность, она очень достаточно слабая, потому что люди не понимают, что такое недвижимость, им рассказывают, что 8% годового дохода, на самом деле, там, 2-3% годового дохода, если есть, то хорошо. Многие люди покупают недвижимость у нас, для того, чтобы сдать ее в ренту и получать прибыль, но я тоже, опять же, смеюсь, получают на уровне 3-6% годового дохода. Ну, тогда в банке ты можешь получить больше денег, но у тебя ликвидность есть большая, тебе нужны деньги, ты быстренько раз снял, и у тебя деньги на руках. А недвижимость нужно еще продать, чтобы получить денег. Понятненько, да? Перспективность по недвижимости, да, 3-8 баллов может быть, но когда растет недвижимость? Вот хочу вам сказать, дорогие друзья, со строительством Skyway, и то, что... Дорогие друзья, вот многие города, которые сегодня существуют, и когда мы уже начнем строить линейные города и новый жизнеуплад общества, у нас будут потом стремительно расти вот эти вот кластеры по одному километру, по 10 километров городов, у нас будет совсем другая логика жизнеуплада, то все, кто вкладывает сегодня в недвижимость в наших традиционных городах, вот многие города сегодня, где мы живем, эти города могут остаться как исторические памятники, где мы будем приезжать, просто смотреть, вот как мы ездим сегодня на египетские пирамиды, как мы сегодня ездим там, куда там еще, смотреть там, какие-то исторические такие, где там Ватикан, где там гладиаторы там бои проводили, ну и так далее, и так далее, да, там, в Таиланде много исторических памятников, в Китае, вот точно так же многие к современной, не могут уже через 10-20 лет быть историческими памятниками, и кто-то укладывает в недвижимость в этих городах, я иногда смеюсь и смотрю и думаю, ребята, ну, надо видеть чуть-чуть дальше, они потом будут просто стоять и никуда не смогут делать, эти объекты недвижимости, это просто выкинутые деньги на ветер, скажем так, да, и поэтому, дорогие друзья, по недвижимости очень четко нужно понимать, но если, если хочу сказать, вот пример приведу, да, вам простой, к примеру, есть объекты недвижимости, в данном случае земля, которая, ну, скажем так, она практически бесплатна, но места просто, просто великолепные, как только мы туда прокладываем наши трассы Skyway, и создается инфраструктура, и там будет стоить земля достаточно больших денег, почему мы говорим, да, что Владимир Путин раздает землю, а с помощью технологии Skyway, и Анатолий Доричневич Ненисский, сегодня мы раздаем акции, да, каждый, кто зарегистрируется, 50 акций в подарок получает, так вот, дорогие друзья, что получается по факту вообще-то, что мы можем регулировать раздачу земли государством, выстраивать линейные города, даже сегодня, если мы думали 2 километра ширина пешей доступности, и там, допустим, пошли в длину, а сегодня до 50 километров может быть город, почему, да, потому что если вот станция, 25 километров ты живешь от станции, а сегодня на юнибанках, или на индивидуальных юнибусах, на индивидуальных юнибусах, к тебе прямо домой ты можешь доехать, даже если там через горы, через болото, через реки, там дорог нету автомобильных, но можно доехать, там есть инфраструктура, там есть поставка всего, электричество, интернет, продукты питания к тебе подвозят, там, или ты сам съездил в магазин, и вернулся, что такое 25 километров, там, на велобайке даже сегодня, это, ну, максимум, там, 5 минут, и ты уже дома, 25 километров от этой станции, да, то есть города могут быть по 50, даже по 100 километров шириной, и во всю длину, да, то есть, и вот недвижимость, вот в этих населенных пунктах, где сегодня, почему мы говорим, бесплатно раздается земля, а мы с помощью технологии Skyway будем выстраивать новые линейные города, и вот этот гектар земли, который сегодня дает государство в лице Владимира Путина, и это исторически, исторически, дорогие друзья, это тысячу, за тысячу лет, это третий раз, вот такие возможности бывают вообще не раз в лет, а раз в 300 лет, вот с землей, потому что первый раз, это при Юрием Долгоруким, когда заселялась Москва, кто знает историческое, вот элементы многоуровневого бизнеса были введены, когда Юрий Долгорукий сдал указ, кто приезжает на поселение в Москву, на 5 лет лишается оброка, то есть 5 лет оброк не платит, то есть налог сегодняшний, а если он привозит еще с собой одну семью, то 10 лет он не платит оброк. Второй раз история у нас ровно 100 лет назад, ну не ровно 100 лет, чуть 100, 10 лет назад, когда Столыпин раздавал землю в Сибири, и пошел очень сильный экономический рост, когда был создан кооперативный банк, и с помощью, опять же, вот по крепкой операции, дорогие друзья, Россия стала лидирующей державой во всем. Вы знаете, сколько тогда, в 1912-11 году, сколько стоил рубль по отношению к доллару? Фунт, 3 фунта отдавали за 1 рубль, 5 марок немецких отдавали за 1 рубль, 14 долларов стоил 1 рубль, золотой тогда, этот рубль, да? Почему? Да потому что Столыпин ввел систему кооперации, кооперативного банка, суды, субсидировал тот, кто развивал Сибирь. Это был серьезный экономический рост. И как бы ни говорили там наши враги, что в России там плохо будет и так далее, да, экономическая ситуация будет везде ужаснейшая. Но сегодня идет раздача земли, а с помощью технологии Skyway мы можем выстраивать инфраструктуру. Те места, которые не может добраться, ни дорога, ни авиатранспорт, даже вертолеты, если зимой там, или метель, ни железнодорожный транспорт. Мы начинаем капитализировать эту землю. Вот это в недвижимость вклады, да, это выгодно. Либо второй вариант вам приведу, да? К примеру, на тех же югах, вот в том же Таиланде, есть и Малайзия, есть настолько замечательные места, ну, туда добраться либо на катере, либо, скажем так, вот машины с большими колесами делают, джипы такие, туда добираешься 6 часов, вот так вот едешь, 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 но потом, когда приезжаешь, там красота неописуемая, ранний песен, да? Так вот, вот там вот берется земля за копейки, а потом ставится туда, проводится Skyway, и эта земля потом будет стоить огромные-огромные деньги. Вот это вклад в недвижимость, это разумно. Либо еще простой вариант, вот последний вариант вам, с Иркутском, где мы находимся, здесь есть одна часть Байкала, называется Листвянка, а напротив нее уже у нас есть Аван-проект, комп сделал Анатолий Дарчу Ницкий, где проложена юнипорт. Там земля стоит просто копейки сейчас, там ее чуть ли не даром можно купить. Как только мы проложим туда юнибайк, эта земля будет стоить в разы, вы себе даже не представляете, насколько она вырастет цель. Вот это разумный вклад в недвижимость, когда ты вкладываешь в недвижимость, и ты знаешь, что проложил инфраструкту минимум 10 раз, да. А когда там еще будут построены коттеджики, а туда еще каждому коттеджику, там велобайк можно подвезти, то это будет стоить вообще непомерных, скажем, денег, да. А с помощью того, что мы еще сможем, вот следующий в понедельник, я, ну, уже с нового года по потребкой операции я проведу, что такое беспроцентные суды, что такое расчетно-кассовые центры, и что такое вот суды, которые мы будем давать нашим пайщикам на 20, на 30 лет. И почему мы будем давать беспроцентные суды, я вам расскажу и покажу на примере, на простом, почему нам это выгодно, почему выгодно всем пайщикам, у которых есть деньги лишние, давать беспроцентные суды. Вы увидите, это настолько интересный момент, настолько идет цикличность. Можно сказать, прибыли нет, да, что мы раздаем беспроцентные суды, есть прибыль, а на прибыль заложена немножко в другом. И вы, ну, покажем, я покажу это. Далее, дорогие друзья, идем в паевые инвестиционные фонды, корпоративные инвестиционные фонды, институт совместного инвестирования. Это среднерисковый сегмент рынка. Почему? Потому что, в основном, они организовываются при брокерских компаниях. Есть компании по управлению активами в каждых этих компаниях. И у них идет, так называемый, диверсификационный портфет. То есть, вероятность, даже если инструменты у них вдруг ушли вниз, но компании эти достаточно надежные компании, именно поэтому, если говорить по надежности, главное, чтобы компания, может быть, инструменты высокорисковые, но компания должна быть надежной. Вот тогда все будет хорошо. Если даже сегодня опустилось, то через 5 лет, через 3 года, через 2 года, может быть, восстановится и поднимется все это. И по перспективности 3-5 баллов, по защищенности 3-6. Почему? Потому что ПИФ и КИФ и ИСИ в основном создают портфели диверсификационные. Вот из этих вот сегментов, которые я сейчас прописываю, в основном, у них есть и венчурное инвестирование. Вот то, что вы видите сегодня, сектор вот этот, который мы перечисляем, все, кроме 13-го обучения, они все используют при правильной балансировке, поэтому вероятность того, что деньги там потеряются, очень маленькие, но и заработок, конечно же, там тоже на уровне 50-300% за 5 лет. То есть, ну, чтобы вы понимали, там не очень высокие. И если экономика начинает расти, потому что они не занимаются спекулятивным рынком, они занимаются созданием диверсификационного портфеля, то есть такая, знаете, считаю, самая тупая такая работа. Ты создал портфель диверсификационный и ориентируешься на прирост капитала. Единственное, в чем преимущество вот этого направления, паевые институционные фонды, корпоративные, институт совместного инвестирования, в чем только уникальное, что они могут правильно сбалансировать портфель. Но если экономика будет идти вниз, то весь портфель будет уменьшаться в цене. Точно так же. Если весь портфель, если экономика будет идти вверх, вот как было в начале 2000-го года, куда бы ты денег не вложил, оно все росло. Я вспоминаю такие моменты, когда в 2002-2003 году люди, которые более-менее так немножко понимали в инвестициях, приходят к брокерам и говорят, какие у вас есть акции самых дешевых компаний. Они говорят, ну вот есть акции, там какой-то малоизвестной компании, она занимается тем-то, тем-то. Ну тут акции стоят, там вообще, 30 копеек одна акция. Хорошо, я покупаю на 100 тысяч долларов акции. Ты могу купить? Да, могу. Покупает. В 2007 году продает по 3 рубля за одну акцию. Представляете, да? Она стоила 30 копеек, он продает по 3 рубля. Некоторые продавали по 30 рублей за одну акцию, потому что весь рынок с 2001-2008 год он рос. Особенно в 2006-2007 год. Если говорить про американский сектор рынка, он фактически с 70-го года в 90-х, 80-х немножко наклонился, немножко коррекция произошла, но он рос до 2006-го года. Весь американский рынок. И куда бы ты ни вложил эти деньги, он рос. И поэтому те, кто создавал ПИФы, у них ПИФы эти росли. Почему? Потому что одна компания выросла на 1000%. Вот я вам приведу пример. Даже с 2001-го по 2008-й год, на начало года, индекс, российский индекс, то есть ты тупо купил акции компании, которые входят в индексную корзину, а это ПИФы в основном создают такие портфели. И они выросли бы на 1500% за 7 лет. Ну, шикарный рост. Но как только экономика идет вниз, сразу же эти портфели начинают таять. Далее. Инвестиционные компании. Это тоже среднерисковые. Если же, скажем так, по надежности 5,8%, по ликвидности 2,8%, по доходности от 100 до 500%, опять же, инвестиционные компании это балансированные компании, балансированный портфель. И они должны быть достаточно прозрачны и показывать, куда они вкладывают средства, чтобы видели инвесторы. Если это инвестиционные компании регламентируются государством, в котором вы живете, тогда ваша надежность, защищенность достаточно высокая. Если же эти компании не регламентируются государством, в котором вы живете, тогда можно отнести к высокорисковому и к среднерисковому инвестиционному. А если она регламентируется государством, тогда можно отнести даже к низкорисковому. Хайп-фонды. Среди хайп-фондов, переходим дальше, восьмой, много компаний, которые в хайп-фондах имеют очень плохую репутацию. И к хайп-фондам сегодня можно отнести на 95-97%. Это компании-жулики, их называют камы, и понзи-пирамиды. Это те компании, которые, скажем, пирамидой живут 3-5 лет, жулики от 1 месяца до максимум 1,5 года. Они рассказывают, что у них секретные методы инвестирования, они рассказывают, там еще всякую кругу несут. Но люди ведутся, огромное количество людей ведется на это дело и по одной простой причине, у 55% людей на планете есть иллюзия в голове о том, что можно вложить 1 доллар и через 20 лет этот доллар превратится в 1 миллион долларов. Да, есть компании, которые показали такой результат, и поэтому эта иллюзия поддерживается реальными результатами, но тем не менее на этом играют вот эти вот скамы, жулики и пирамиды, и поэтому огромное количество людей теряет свои деньги, потеряет в первую очередь из-за того, что они финансово инвестиционно неграмотные. Поэтому мы, как Skyway Invest Group, именно этой грамотности обучаем с помощью Академии Частного Админиса. Многоуровневые лифтовые компании, их можно отнести, конечно же, к низкорисковым сегментам. Доходность достаточно высокая за счет того, что ты вкладываешь небольшие деньги, ты вкладываешь свой труд. И благодаря тому, что ты, потому что я рассматриваю инвестицию, любую многоуровневую компанию, как инвестицию, где ты можешь сделать маленькую инвестицию в 500-1000 долларов, с помощью своей работы ты можешь увеличить свои доходы даже на следующий месяц уже 100%, еще через месяц на 200%, а за год на 1000-10000%. Это твой собственный труд. Ты вкладываешь в свой собственный труд, и тебе нужно работать. Это не пассивный доход. Переходим до левой части готовый бизнес, дорогие друзья. Это средне-резковая инвестиция, даже можно отнести некоторые готовые бизнесы к низко-рисковой, когда расширяется, к примеру, какая-то компания, им необходимые народные деньги, они могут привлечь напрямую, либо взять, скажем так, займ, оформить займ на государственную, полностью регулируется государственными органами, и, скажем, потом они имеют обязательства, и можно подать суд на них, даже в крайнем случае. Но здесь, как говорю, опять же, средне-рисковые, иногда даже высокорисковые бывают. Доходность тоже неплохая, от 200 до 500 процентов за 5 лет. И долевое участие в стартапе вот здесь очень выгодно, но это высокорисковое инвестирование, потому что доходность может быть в стартапах от 500 до 2000 за 5 лет. Но перспективность достаточно перспективное направление, но все равно может быть ограничено в некотором сегменте рынка. И защищенность достаточно тоже, скажем, может быть достаточно высокая. Венчурное инвестирование, то, чем мы занимаемся с вами, дорогие друзья, это тоже одна из разновидностей долевого участия, она может быть от высокорискового до гарантированного. То есть, когда, скажем, уже проект реализуется и когда проект уже начинает реализоваться и приносить прибыль, это гарантированно превращается в гарантированный сегмент рынка. Вот если говорить о Форексе, он никогда гарантированным стать не может. Если говорить о фондовом рынке, они гарантированными никогда стать не могут. А вот венчурное инвестирование может из высокорискового перейти в гарантированное. Объясню почему. Полтора года назад, когда я инвестировал, но не многие здесь находятся, инвестировали, для нас это было высокорисковой инвестицией. Это уже гарантированная инвестиция, потому что Анатолий Дорчининский недавно сказал такую вещь, что даже в сегодняшнем положении, в крайнем случае, если что-то произойдет, мы пойдем на поклон китайцам и продадим все это китайцам. Китайцы дальше заберут нас, скажем так. Мы можем получить более 100 миллионов долларов за ту документацию, которая уже сделана, дорогие друзья. Да, новые люди приходят, у вас еще, скажем так, ваша инвестиция будет высокорисковой. Но через полгода, когда будут построены юнибайки, когда будут построены уже некоторые трассы, а осенью, когда будет представлена сертификация, уже представлен транспорт городской и грузовой, да, дорогие друзья, это уже гарантированно. Там уже гарантированно минимум акций будет стоить от 50 центов до 1 доллара. Минимум. А когда мы подпишем контракты на оплату или начнем строительство по этим контрактам, которые мы сегодня подписали, то акции начнут расти от 1,5 доллара и выше. То есть и тогда это уже становится гарантированный сегмент рынка. И обучение, дорогие друзья, это тоже гарантированный сегмент рынка, потому что вы можете заплатить деньги за обучение и получить просто невероятные проценты. Я хочу вам сказать, я приведу несколько примеров, сколько я оплатил деньги за обучение. И последний мой пример в 2011 году я заплатил всего лишь навсего 300 долларов за обучение. И потом за другой курс еще 400-700 долларов. Я в первый же месяц получил 7 тысяч долларов. Это 1000% в месяц я получил. А если говорить по сегодняшнему, потом за три года, с 2011 по 2013, конец, я получил доходность, ну там можно так сказать, пассивного уже дохода. Пассивного, потому что у меня на автомате продавались курсы, самые дешевые курсы 87 долларов у меня стоили. Но средний чек у меня был оплаты где-то порядка 100-120 евро. Это на автомате продавались курсы, я уже так раскрутил Академию. И сайт Академии на тот момент уже, скажем так, стоимость через Google была на уровне 250 тысяч долларов. Понимаете, да? А первые финансы, которые я вложил в сайт, они не более полторы тысячи долларов. Поэтому, дорогие друзья, обучение, оно дает очень-очень высокую перспективность. Вот я надеюсь, что вы запомнили эти все важные моменты. Если вы расскажете по видам инвестирования людям, которые занимаются инвестициями, или людям, которые не занимаются инвестициями, вот эту таблицу, расскажете, почему венчурное инвестирование самое доходное, мы видим, да, от 1000 до 100 тысяч доходность может быть за первые 5 лет. Не говоря уже следующие 5 лет, следующие года.